Здравствуйте, друзья! Сегодня пятница, в эфире Саша Карельский и Ваня Червинский. Друзья, всем привет! Самое время побеседовать. Тем более, у нас сегодня с Иваном для вас запланировано огромное количество сюрпризов. Обсудим самые интересные новости, а заодно презентуем новые передачи, которые планируется выйти на нашем канале. Поэтому, если все готовы, предлагаю начинать. И начать я хочу с такой нетипичной новости для нашей беседы, а именно небольшого интересного рейтинга, который прошел в Америке. Эту новость сообщил телеканал, нет, наверное, неправильно, телеканал, портал Tengri News. Там новость вот с таким заголовком. Названы две самые успешные музыкальные группы 2020 года в США. И кто бы мог подумать, Вань, что в США на первом месте оказались легендарные The Beatles. Спустя уже 50 лет ребята продолжают завоевывать чарты и побеждать в рейтингах, конкурсах, которые проходят вот в 2020 году. И на втором месте не менее тоже популярная группа, но уже современная. Это группа BTS. Наверное, ты слышал про такую. Да. Саша, пока ты ломаешь там свой компьютер, я хочу сказать про то, что The Beatles это действительно очень серьезная для США группа. Потому что, когда они туда приехали, был момент, когда они даже не могли выступать. Они просто выходили на сцену, а зрители визжали и кричали. И им пришлось даже отказаться от концертов в пользу вот студийной записи. Да. Но я хочу сказать, что вот почему-то очень нравится жителям США, американцам, им почему-то очень сильно нравится группа из Англии. Потому что еще есть Queen же группа, которая тоже там была очень популярна после турне. Ну вот я хочу добавить, что популярный корейский бойс-бенд BTS и культовая британская группа The Beatles набрали более 1 миллиона альбомных единиц в этом году. То есть сравнения были один к одному. То есть количество купленных физических альбомов, скачиваний и так далее. И что в абсолютно равной борьбе и та, и другая группа стали победителями в этом рейтинге. К чему я вообще решил рассказать эту новость? Что, разумеется, нам было бы очень приятно, чтобы через 50-100 лет в таких же конкурсах, рейтингах побеждали песни Димаша, которые сегодня набирают колоссальные обороты во всем мире. И я уверен, что это обязательно будет. Главное, Ваня, еще немного поработать. Да, тенденция положительная и есть шанс, что вот в следующем рейтинге уже будет Димаша сравнивать с каким-то молодым исполнителем из Казахстана. Вот, поэтому переходим к следующей новости, очень приятной. На прошлой неделе мы обсуждали и поздравляли друга Димаша из Китая, если ты помнишь, с днем рождения. Настало время поздравить маму Димаша. В Instagram поздравлений я назвал ее мамой всех Dears, это Светлана Ермековна. Вот, с днем рождения, потрясающий повод для того, чтобы сказать все самое важное в нашем выпуске. Можно сказать еще, как мы один раз поздравляли, можно сказать, Светлана Татешко, с днем рождения вас. Мы вас очень любим. А, кстати, как ты думаешь, а вот подарки, ты не следил какие-то? Есть интересные подарки? Ты знаешь, мне кажется, один из самых интересных подарков, разумеется, непрямых, но можно считать таковыми. Это радиостанция под названием La Era Dimash, которая была, собственно, презентована в Аргентине. Я делал об этом новость, и все желающие уже могли пройти по ссылке и послушать песни, которые транслируются на этой радиостанции. Она работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и это, я считаю, шикарный подарок. Нам, наверное, надо сделать подсказку, чтобы те, кто не посмотрел твою новость и не знают об этом удивительном подарке, могли посмотреть. Да, слушай, а получается, получается, что очень сильно нужна песня на испанском языке. Вот, мне кажется, что прямо она необходима. Мне кажется, да, латиноамериканские Dears делают все вообще возможное, чтобы Димаша перетащить к себе. Вот. Делают вот просто действительно очень преданные фанаты, очень преданные Dears, уже они очень ждут концерта Димаша. Поэтому, я думаю, если Димаш всерьез немножечко отвлечется от своих повседневных забот и напишет что-то вот как раз для них, это будет шедевр. А может быть, ты не думал о том, что, может быть, Димашу Канатовичу надо исполнить кавер на какую-нибудь известную испанскую песню, которая там вот очень популярна? Это как чернобритцы, да, с этой песней? Да, да. Может быть, если нас кто-то смотрит из Латинской Америки, вы нам напишите, какую песню Димаш мог бы исполнить. А я сделаю передачу про неё, чтобы более подробно, так сказать, рассказать о исполнителе и вообще об истории песни, за которую больше всего проголосуют люди, да? Правильно? Да, и если вдруг будет шанс, что кто-то из команды Димаша увидит и может быть исполнен, может быть, Ерлан Бекчерин случайно зайдет на наш канал, посмотрит и напишет аранжировку. Раз ты затронул имя этого замечательного человека, то самое время рассказать про то, что совсем недавно у Димаша в Instagram-странице появилась публикация, на которой как раз, собственно, презентация, так понимаю, новой песни, вот, голоса пока не было, слов не услышали, но музыка, которая прозвучала, разумеется, бьет в самое сердце и тут нужно... Саша, Саша, это не на испанском песне, случайно? Ты знаешь, судя по мотивам, это все-таки казахская, казахская мелодия и я думаю, что вот Димаш дал обещание работать над альбомом на казахском языке, вот, собственно, плодотворная работа идет, не покладая рукой. Слушай, ну я еще не видел, но я думаю, что мы тогда сделаем сейчас вставку небольшую, чтобы наши зрители могли понять, о чем речь, и чтобы я тоже. Музыка 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 Ну, очень заинтриговал, конечно, Димаш, вот. Вот, выложил такой самый вкусный кусочек мелодии и все уже в предвкушении, когда же, когда же голос теперь еще со словами ляжет на эту мелодию. Сильно напоминает песню, которая понравилась всем, без исключения иностранцам, песню Самол Тао. Да, да, очень похожая, ну, я тоже не разбираюсь в музыке, но какая-то такая глубина, полет вот есть в этой мелодии. Предлагаю рассказать, Вань, про то, что будет ждать наших друзей в ближайшем будущем. Я, наверное, начну с себя. Я приготовил сюрприз, как и обещал. Рабочее название выпуска «Хочу петь, как Димаш». Ты знаешь, с чем это связано? Наблюдая... Ну, пока это, конечно, смешно выглядит, но что делать? Главное, начать двигаться в этом направлении. Наблюдая вообще и изучая феномен Димаша, я столкнулся с такой историей, что очень много реакционеров, профессионалов, которые делают обзоры на Димаша. А вот среди русскоязычного населения я вот встречаю вообще не так много специалистов, которые открыто выражают свою точку зрения, мнение, обсуждают его. И я всерьез задался этим вопросом и решил провести небольшой эксперимент. Я связался с учителем по вокалу, сказал, что мне нужен урок, хочу научиться петь, а заодно и спросил его, знает ли он Димаша Кудебергена. Соответственно, что получилось, смотрите совсем скоро, завтра или послезавтра выйдет этот выпуск. Получилось, как мне кажется, очень забавно и интересно. Да, я хочу сделать небольшой спойлер, это небольшая реклама. Я посмотрел кое-какие кадры, действительно, друзья, всем советую посмотреть. Это, мне кажется, очень интересный выпуск. Я, кстати, научился петь чуть-чуть, правда, конечно. Но, судя по этому выпуску, у тренера были большие проблемы с тобой. Скажем так, я прикоснулся к нотам слегка. Да, ну попробовал, попробовал. Не, а как еще, если ты не пробуешь, как ты начнешь петь? Надо обязательно пробовать, поэтому, друзья, обязательно посмотрите приключения Александра Карельского на просторах музыкального творчества. Но зато я... А я тогда расскажу про свою передачу, которая уже появилась. Мы вот анонсировали давно, что у нас будут появляться новые форматы. Вот, Саша на передаче появится, я думаю, что в ближайшие дни. Моя передача уже вышла, и там уже около 40 тысяч просмотров. Поэтому, друзья, спасибо вам и за огромное количество приятных комментариев. Например, вот один мне комментарий понравился. Написали нам, Баха Нати написал или написала. Очень понравился. Большое спасибо, Саша. Было очень интересно. Вот это я не понял. Приятно. Я работаю, а Саша все призы. Переходят мне. Ну, Саша, красавчик, спора нет. Формат действительно новый, интересный, мне очень понравился. Он технически насыщенный. И ты знаешь, у меня сложилось впечатление, что мы действительно попадаем в жизнь реакционеров, изучаем их действительно более подробно. Потому что обычно мы только видим человека, и буквально несколько моментов, где он именно рассказывает о Димаше. А тут нам удается более широко так посмотреть и на реакционера, и то, чем он занимается, и даже послушать его творчество. Это, я считаю, очень круто. А еще я хочу заметить, что вот знакомясь с реакционерами, ну, очень много я делал взглядов. Вот на нашей студии вышло, я не знаю, даже какое количество взглядов. И вот так вот познакомиться с реакционерами уже как с людьми, это мне кажется, что очень интересно. Тем более, что вот мы много раз говорили о том, что к Димаше постоянно тянутся добрые люди. Оказывается, что все реакционеры, они все добрые такие. В общем, и вот этот наш новый формат позволяет с этим познакомиться. И, кстати, о добрых людях. Я тебе хочу еще прочитать комментарий от Дины Кейзет. Она пишет. Пора уже разбирать ваш канал как явление. То, что несколько месяцев назад казалось крахом, потерей большого объема труда, концом всего. Я про блокировку канала и людей, способствующих этому. Сегодня это опыт, умение с легкостью идти вперед, потрясающая работоспособность. Хочу еще раз всем напомнить, что каналы ребят не монетизированы, доход от YouTube не получают и не получали. Это по-настоящему любящие и ценящие творчество Димаша люди. Спасибо, Иван и Александр. Сегодняшняя работа – отличная возможность узнать реакционеров, чем они живут, какие у них успехи. Очень интересный формат, если еще учесть тонкий юмор Ивана Червинского-бомба. Я хочу, знаешь, что сказать, Саш? Вот здесь вот я себе небольшую пометочку сделал. Потому что вот Дина Кейзет – это Dears, в котором мы одной из первых познакомились в Москве. Наверное, даже первой. Хотя нет, первая была Людмила Владимировна Мамызина. А потом уже мы познакомились с Диной Кейзет. И тогда у нас было очень много хейтеров. И в связи с нашими ремейками, нашими миллионниками, очень было прям… Вот одни хейтеры были. И вот такая была… было чуть-чуть тяжело работать. А она мне очень сильно запомнилась. Потому что, когда мы с ней познакомились, я понял, что вот таких людей, как она, таких зрителей очень много у нас. И она стала прототипом, получается, зрителя канала «Эхо Петербурга». Ну, или других наших четырех каналов, два из них, которые сейчас закрыты. Вот. И теперь я даже могу сказать, что когда спорный вопрос какой-то возникает, то я обычно представляю, вот как Дина Кейзет смотрит нашу передачу. И как она реагирует. Нравится ей, не нравится. Так что, уважаемая Дина Кейзет, мы вас помним, очень любим. И спасибо вам за ваш комментарий. А что касается… Вот там еще важный вопрос, что касается монетизации. Действительно, у нас вот был прекрасный спонсор, очень богатенький. Сейчас этого спонсора нет, поэтому… Но вы не переживайте, мы решили монетизировать наш канал, вот на котором мы сейчас выходим, «Эхо Петербург». Если раньше для нас это было хобби большое, вот ведение канала, такое развлечение, очень приятное и интересное, то теперь мы, наверное, будем выходить на новый уровень профессиональный. Теперь будем думать, как нам обновить технику, там, аренда студии. Ну, в общем, будем теперь развиваться и идти вперед. Вокал. Я еще начал вокал. Я не знаю, как нам рассчитаться с вокалистами, с которыми Саша издевается. Но, в общем, будем идти вперед. Получается, что вот Дина Кейзет нам дала духу в самом начале для всех наших следующих работ. И за это ей, конечно, спасибо большое. Да, ну вот, действительно, хочется тогда завершить словами благодарности для всех друзей канала «Алга Петербург», которые с нами с самого начала, еще со времен «Эхо Петербурга». И вот даже по сегодняшний день вы в нас верите, вы постоянно нас поправляете, помогаете. И мы растем вместе на ваших глазах. Поэтому спасибо всем большое за такую поддержку. Будем стараться работать и дальше. Не подводить. Да. Большое спасибо, Саша. Олга. Было очень, очень, очень интересно. . Пр Danish Bitte Не Петербург. Вы представляете…